Игорь, привет! Расскажи про технический департамент ВК. Чем вообще ребята внутри занимаются? Слушай, это довольно большой департамент внутри ВК. Я им руковожу. В принципе, в двух словах мы отвечаем за весь продакшен. Начиная с самого нижнего слоя пирога, начиная с дата-центров. Мы строим дата-центры, мы их эксплуатируем. У нас есть собственные дата-центры в Москве, в Питере. И это первый слой пирога. Следующий слой пирога — это, собственно, сами стойки, все инженерные коммуникации, охлаждение. То есть мы делаем так, чтобы наши цоды работали. Дальше в эти стойки попадает оборудование. Мы его тестируем, мы его закупаем. В общем, мы делаем так, чтобы сервера, на которых крутится наш софт, наши проекты, они запускались и работали. Следующий слой этого пирога — это сетевая коммуникация. У нас огромная сеть растянута по всей России и за ее пределами. У нас есть несколько точек присутствия в Европе, в США, в Южной Америке. Ну и огромное количество точек по России, потому что у нас есть большой CDN, в котором живут все наши проекты, и мы стараемся контент подвозить прям вот по карте России до каждого пользователя как можно ближе. Еще один слой — это наша сеть, вся сетевая инфраструктура, она наша собственная. Все каналы, все железо необходимое, коммутаторы, мушетизаторы, все-все вот сетевое оборудование — это все наше. Ну и дальше начинается следующий уровень, когда нам уже нужно, в общем-то, положить наш софт на сервера и запустить, и сделать так, чтобы он начал отвечать и обслуживать клиентов. Вот это вот как бы верхний слой пирога, которым мы занимаемся — это вот команда SRE, которая делает так, чтобы софт, который написали наши разработчики, он запустился и обслуживал 24 на 7 круглогодично, в праздники, в хорошую погоду, в плохую погоду, когда пользователям нужно, чтобы доставили их заказ в любое время суток. Да, мы делаем так, чтобы это все работало. Спасибо, что подробно объяснил. Смотри, на рынке часто путают, кто такой SRE, кто такой DevOps, есть ли вообще между ними разница или ее нету. Кто такие SRE в нашем понимании? SRE в нашем понимании — это люди, которые отвечают за продакшн. Они делают так, чтобы все наши проекты работали, работали постоянно, работали без ошибок. И люди, которые имеют доступ на продсистемы, люди, которые отвечают за выкод кода, люди, которые отвечают за то, чтобы все наши сервисы, все наши API, все наши сервера, все наше железо работало 24 на 7. Это люди, которые в том числе отвечают и за pipeline выкатки, и люди, которые отвечают за конфигурацию боевых систем. Я думаю, теперь для наших зрителей стало понятно, кто такие SRE. И у меня теперь вопрос — с каким стеком технологий эти инженеры работают? Да, это довольно интересно. У нас порядка 150 инженеров, они работают в 13 разных командах. Это обусловлено тем, что у каждого проекта есть какая-то своя специфика с одной стороны, с другой стороны. Команда сфокусирована на этом проекте и хорошо знает его задачи, его roadmap-развитие и все его технические детали. Но при этом у нас есть какие-то общие подходы, общие технологии. Мы базируемся на open-source стеке, и это всегда Unix-системы. Мы практически не эксплуатируем Microsoft решения или чьи-то другие решения. То есть это 99% это Linux стек и поверх него open-source решения, начиная от open-source баз данных, заканчивая там широко известным веб-сервером Jinx и прочим-прочим. Безусловно, у нас есть собственные решения, но вот все же, если говорить про общий стек, то стек очень простой. Это Linux, а в каких-то проектах, где требуется виртуализация, это опять же open-source решение для виртуализации. Это либо open-stack, либо, соответственно, виртуализация на базе докера и системы управления докерами. Чаще всего это кубер у нас. Больше всего мы используем кубер. Угу. Супер. Open-source — это круто, это гибкость. Все же хотел бы спросить про наши внутренние разработки. Ведем ли мы их и используем ли как-то в эксплуатации? Наверняка многие зрители слышали про такой инструмент, как Tarantul. Вот. Может быть, есть рассказать еще про что-то? Да, у нас на самом деле большое количество внутренней разработки. Это обусловлено следующими факторами. Довольно часто люди говорят, что, наверное, мы там, может быть, изобретаем какой-то велосипед. Но фактора на самом деле два. У нас такие высокие нагрузки, на которые обычные open-source решения не рассчитаны. Поэтому первое, что мы делаем, взяв какое-то open-source решение, нам приходится рано или поздно начинать его допиливать до наших реалий. Ну, по каким-то причинам. Либо нагрузки, либо сложность конфигурации, либо там сложность количества хостов. В общем, какие-то большие цифры не укладываются в это open-source решение. И идеальный случай, когда мы просто обратно коммитим код в open-source комьюнити, на GitHub или где-то еще. Но вот как случилось с Tarantul, например, Tarantul рождался внутри как некое маленькое хранилище, а в итоге мы решили его open-source. И таких решений у нас, если посмотреть на GitHub нашей компании, то у нас сейчас порядка там 150 репозиториев. И это все решения, которых мы в свое время не нашли на рынке. Их просто не было. Ну, вот нам нужен был кэш, который персистент кэш. Персистент кэша не было, мы написали Tarantul. Ребята из VK столкнулись с низкой производительностью PHP. Поэтому они сделали свой подход к PHP, который назвали KPHP. И он более высокопроизводительный. Вот тоже он лежит в open-source. Мы пишем какие-то серверные решения или какие-то библиотеки на JavaScript, тоже их выкладываем. Поэтому у нас большое количество open-source. Мы его как можно быстрее стараемся выкатывать в open-source комьюнити, но это отдельная сложная работа. Но вот если говорить с точки зрения эксплуатации, у ребят довольно много тузов, которые, ну, на самом деле довольно сложно применить в другом каком-то мире. Поэтому инженеры пишут много автоматизации, но она зачастую не попадает в open-source просто потому, что она очень специализирована для наших реалий. Понял. Вот как раз ты говорил про автоматизацию, до этого рассказывал, что обильно сейчас уезжаем в Kubernetes. Я так понимаю, это наши там последние два-три года мы активно идем именно в эту сторону. Если говорить о будущем, о вот ближайшей перспективе, которую можно потрогать, ну, то есть также два-три года, то в какую сторону мы идем, какие это будут технологии? Да, что будет дальше, это всегда очень интересно. Наша идея в том, чтобы отвязать максимальную разработку в будущем от реальных серверов и реальных дата-центров, вот сделать такой максимальный hardware abstraction layer. Мы занимаемся платформой, и это то, что сейчас называется сервер для вычисления, когда разработчик коммитит код, и дальше он, в принципе, не задумывается о том, где он будет выполняться и в какой среде. Вот дальше наша платформа подхватывает этот код, прогоняет его через нужные тесты, дальше собирает сама какой-то контейнер. Понятно нам какой, для разработчика это некий уже там уровень абстракции, он знает, что его код будет исполнен, и там может получить по нему все характеристики. Вот мы туда активно двигаемся, и это сложный пазл, и Kubernetes — это всего лишь один маленький кусочек всего этого большого пазла, там достаточно много кода. Часть проектов и часть команд уже работают по такой схеме, они просто коммитят, дальше запускается pipeline, запускаются необходимые поды и поднимаются в нужных, в нужных цодах, в нужных местах, где-то это уезжает в CDN, где это нужно. Но это вот сложная система, которая нам позволит, с одной стороны, проще запускать код на боевых серверах, с другой стороны, максимально оптимизировать ресурсы железные. Если бы ты сейчас снова был начинающим инженером, как когда-то, почему бы ты пришел в технический департамент? Отличный вопрос. Во-первых, это уникальные проекты на нашем рынке, других таких у нас, в общем-то, и нету. Это с точки зрения пользователей нагрузок. Когда ты оперируешь проектом, который обслуживает 50 миллионов пользователей, ну, это очень круто. Это очень круто, когда ты там отвечаешь за то, чтобы работал ВКонтакте или там Delivery Club, и когда, ну, не знаю, на улице дождь, а ты понимаешь, что от твоей работы зависит, там, друзья твои поедят или нет, там, будет ли у них пицца и кола, это прям реально круто. Ну, то есть ты врубаешься там в какую-то задачу или в какую-то сложность именно с ощущением того, что ты делаешь этот мир как-то не каких-то абстрактных пользователей, а именно вот твоих друзей. Вот у нас ты занимаешься проектами, которыми пользуются твои друзья. Это прям всегда круто. И сколько бы я не работал здесь, меня это вот заводит всегда вообще. У нас уникальные нагрузки, и они как положительные, так и, скажем так, отрицательные. Положительные в том смысле, что у нас много пользователей, много запросов, огромный трафик, и мы каждый год запускаем какие-то проекты, которых мы еще никогда не запускали. Начиная от того, что мы там каждые, там, несколько лет строим дата-центр по объему, который мы еще никогда не строили, все больше и больше, заканчивая проектами, которые там требуют больше трафика, больше серверов, какие-то новые технологии появляются, и мы стараемся всегда идти на какой-то передовой истории. Заканчивая вот про отрицательную сторону, я имею в виду, что мы довольно часто боремся с интересными негативными сценариями. Например, тот объем ДДОСа, который мы получаем, ну его на рынке, наверное, больше никто не получает. Там еще несколько проектов, понятно каких. И это всегда, ну, вызов для нас сделать так, чтобы, несмотря на атаку, какую-то атаку, все равно пользователи спокойно даже ничего не замечали. Как у меня как-то однажды спросили, а что вы там делаете, у вас же как бы, ну, зачем вы что-то вообще, зачем вам люди, там, в ВК или в мейле, если вы, у вас и так все работает. Вот нам как раз нужны люди, чтобы и так все работало. Работа админа, она должна быть незаметна, то есть как бы все всегда должны думать о том, чтобы, ну, зачем нам админ, и так все работает. А в этом как раз его задача. Заканчивая там всякими историями с информационной безопасностью, понятно, что наши проекты постоянно подвергаются каким-то атакам, и это тоже интересно, потому что они усложняют свои атаки, мы усложняем защиту. Это вот постоянная работа, которая требует, ну, такой интересной мозговой деятельности. Очень часто на рынке говорят о том, что админы с безопасниками не дружат, конфликтуют, мешают друг другу работать. Есть ли что-то такое у нас? Не знаю на тему того, что что-то там говорится на рынке. Безусловно, любая безопасность, она усложняет некий там флоу работы, но тем не менее и безопасники у нас, и админы понимают, что, ну, нужно двигать эту тему в одном направлении, что там, конечно, можно сделать все быстро и плохо. Несмотря на то, что у нас есть отдельный отдел информационной безопасности, у нас очень много спецов, которые, СРЕ, которые участвуют в расследовании всяких инцидентов с точки зрения безопасности, без них, конечно, не обойтись. Игорь, ты так много и так здорово про нас рассказал. Как к нам вообще можно попасть? Самый простой и быстрый способ – это прийти к нам на уикенд-офер и за день получить его, оффер я имею в виду, и прийти к нам в компанию уже на следующий рабочий день на работу. Да, наверное, об этом должен был рассказывать я, но хотелось услышать от тебя как человека, не связанного с HR. Игорь, спасибо большое тебе за это интервью и за анонс нашего мероприятия видео уикенд-офера. Дальше мы бы хотели передать слово моей коллеге Софии, и она уже расскажет о преимуществах работы в ВК с другой стороны. Всем привет! Я Софа, и я расскажу вам об условиях работы, которые мы предлагаем. Мы адаптируемся под динамично меняющиеся условия внешнего мира, поэтому с приходом пандемии мы готовы обсуждать с вами любой удобный вам формат работы. Если вы хотите ходить в офис, то в целях вашей безопасности у нас развернуты лаборатории, где вы можете сделать бесплатный ПЦР-тест, прививку от коронавируса и даже тест на антитела. И, конечно же, мы готовы обсуждать полностью удаленный формат работы. Вы можете находиться в любой точке нашей страны, абсолютно не беспокоясь о посещении офиса. Вне зависимости от того, в какой точке страны вы находитесь, ваш первый рабочий день курьер со всем необходимым оборудованием и документами приедет к вам домой. Для тех сотрудников, кто решил посещать офис, мы предоставляем бесплатную парковку, тренажерный зал и фреш-бар, что по сути является островком с бесконечным запасом фруктов, из которых вы можете сделать свежевыжатый сок. Помимо этого стоит отметить, что у нас внутри образовалась очень сильная комьюнити. Мы объединяем экспертов из самых разных областей знаний, которые, конечно же, готовы этими знаниями делиться. Разумеется, мы очень за то, чтобы наши сотрудники становились еще экспертнее. Поэтому мы проводим как внутренние, так и внешние митапы, конференции и мероприятия. Помимо этого, нужно отметить, что ВК — это огромнейшая экосистема продуктов. Мы — это и Geekbrains, и Skillbox. У вас есть возможность выбрать тот курс, который хотите пройти лично вы. Мы хотим, чтобы наши сотрудники обретали новые знакомства и хобби. Поэтому у нас внутри есть несколько тематических клубов. Будь то шахматный клуб, тематический клуб «Что, где, когда», клуб по изучению иностранных языков и многое другое. Нельзя не упомянуть о нашем спортивном движении. Вы можете присоединиться к одной из десяти команд по восьми различным видам спорта или же сформировать свою. И раз уж речь зашла о здоровом образе жизни, нужно отметить наше беспокойство о вашем здоровье. Мы предлагаем вам с первого рабочего дня ДМС со стоматологией и страховку на случай непредвиденных инцидентов. Ваши члены семьи могут приобрести такой же ДМС по корпоративным тарифам. Присоединяясь к экосистеме ВК, вам будут доступны предложения и скидки от наших партнеров. На данный момент ВК насчитывает более десяти тысяч сотрудников. Да, нас много. И в этом наша сила. Мы очень открыты и всегда готовы прийти на помощь в любой непонятной ситуации. Присоединяйтесь к ВК.